Откуда в Санкт-Петербург привезли слонов и про какие тучи шла речь в одноименном стихотворении Пушкина? На эти и другие вопросы отвечали участники географического диктанта. Это студенты, школьники, преподаватели и политики. Я тоже сегодня буду писать диктант. И, если честно, пока сам не знаю, что мы получим в итоге. Лично для меня главное получить результат, потому что хочется узнать, вот увидеть вот эти тесты, пройти их и посмотреть на собственные знания. Я все-таки уверен, что в подобных мероприятиях ребята принимают участие не за какую-то благодарность, грамоту, призыв и так далее. Вот здесь важен такой внутренний итог самопроверки из познания того предмета, который тебя интересует. Подобные мероприятия, как и диктант Победы, как диктант большой по русскому языку, важно проводить для того, чтобы мы вспоминали и, если нам чего-то не хватает, восполняли эти знания для передачи их дальше. Русское географическое общество проводит всероссийский диктант не в первый раз. В этом году одним из мест проведения акции в регионе стал Ставропольский региональный многопрофильный колледж. Сегодня проходит замечательная акция. И, правильно, наш колледж поддерживает все эти мероприятия, потому что она очень хорошая. Потому что это нам позволяет лучше узнать нашу страну, нашу Родину. Потому что мы – одна шестая часть света. У нас самые лучшие озера, самые глубокие, самые чистые. У нас самые красивые горы. У нас самые лучшие и самые большие в мире леса. В тексте было 40 вопросов. Каждый зачитывал искусственный интеллект. Тема посвящена географии того или иного региона. У нас – это Ставрополье. Чтобы ответить на остальные вопросы, собрать в уме мозаику карты было недостаточно. Поскольку там были задания по теме географических положений губерний и городов, которые когда-то упоминались в поэзии или прозе русских писателей. Также именно это животное изображено на большинстве полотен позднего периода, сюжетом которых была деятельность первого российского императора. Все участники смогут узнать свою оценку 21 ноября на сайте организаторов Русского географического общества. Там же, кстати, до 10 ноября можно написать диктант тем, кто не успел проверить свои знания очно. Сабина Гурбанова и Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.